Сегодня мы показываем новый художественный фильм Сказка о рыбаке и рыбке Который был снят 60 лет тому назад Но все эти годы пролежал на полке Судьба фильма трагична Он сразу не понравился Товарищу Сталину Беспримерным авантюризмом золотой рыбки Буржуазными потребностями старухи Желавшись стать то столбовой дворянкой То вольную царицу Вместо того, чтобы вступить в колхоз со своим коры Я не могу хоть уж сказать Вот Фильм был признан троцисско-бухарински Все артисты английскими шпионами А корыто было конфисковано для мытья НКВД Режиссер чудом остался жив Заявив, что золотая рыбка не будет говорить ничего лишнего Она будет только петь Нас вырастил Сталин на верность народу Но Эль Швессерион сказал Он сказал Мы рождены, чтобы сказку сделать бызлю После чего всю съемочную группу Отправили на строительство Беломор-канала В 57-м году Режиссер был практически реабилитирован Фильм был разрешен На экраны не вышел Так как Никита Сергеевич заявил Зачем нам... Он сказал Зачем нам просить золотую рыбку Когда мы уже сами начали строить пятиэтажки Зачем нам эти золотые дворцы Пусть старик со старухой Едут на целину по комсомольским путевкам Режиссер возразил Как они будут ловить рыбку Там нет моря Ничего не ответил Никита Сергеевич И только дружески похлопал режиссера По голове своим ботинком Пока режиссер раздумал Что делать, сменили руководство Новая руководство заявило Что фильм выйдет на экраны Только при условии Если герой будет ловить рыбку У берегов малой земли Она начинает Жить со старухой В том самом плендаше Откуда началась победа над фашизмом А золотая рыбка Должна обращаться лично К Леониду Ильичу С вопросом Чего тебе надо по стар�? Зашевелить бровями Что должно означать Шестую звезду — герой А старик и старуха Тот же стоит аплодирует Генеральному секретарю И скандирует Все сегодня во флешок Ля... Чи-чи-чи-чи... А! А старухой И вот, наконец, пришло новое время. Многострадальный фильм выходит на экраны. И что удивительно, что удивительно, он не потерял своей актуальности. Напротив, напротив. Только теперь, через 60 лет, из фильма стало понятно, что если старик и старуха перейдут на арендный подряд, они многого добьются. Итак, дорогие телезрители, смотрите художественный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке», который благодаря перестройке и гласности, мы сегодня показываем под новым названием «Плюрализм мнений у разбитого ковыта». «Плюрализм мобильнику», Продолжение следует...